Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Друзья, вот это евангельское зачало, оно мне кажется очень важно для каждого из нас. Вот ближние Иисуса пришли взять Его, потому что подумали, что Он вышел из себя. Вот нашлись люди, которые подумали о Нем, что Он все делает силою, но не божественной, а силою противника Богу. Вот Елизавета и Захария, память которых мы сегодня с вами чтим. И наверняка у них были огромные проблемы, потому что Елизавета долго не могла зачать, а вообще в Израиле и сейчас тоже. Всегда это связано с тем, что человек остается как бы недооцененным. Ему очень трудно, тяжело, потому что о Нем могут подумать, что что-то в его семье не так, какой-то грех он или его жена совершила, почему Бог не дает им детей. И в общем, во всех этих случаях мы видим, что находятся люди, которые видят не то добро, которое творит Христос каждому из нас, не то добро, которое даруют друг другу Елизавета и Захария, когда любят друг друга и помогают другим. А вот у каждого из этих людей есть предположение, что что-то не так, что-то неправильно, даже у близких Иисуса. И ведь это свойственно многим, увы и ах, прежде всего видеть плохое. И даже не в жизни других людей, а в своей собственной жизни. В своей собственной жизни наблюдать, как все действительно обращать внимание, как все плохо, как вот здесь не то, там не то и сям не то. Да понятно, что мы несовершенные. Совершенно ясно, что мы будем совершать эти безумные ошибки. И или ничего не делать, или они будут по факту, потому что мы живые люди. Но вот зацикливаться на этом очень страшно, потому что ты перестаешь видеть не только что-то в других людях, доброе, хорошее, а перестаешь видеть это сам в себе. И твоя жизнь становится адом. Адом по-настоящему и кошмаром. Вот. Понятно, что мы живем в очень трагичные времена. Но скажите вы мне, когда не жили люди в нетрагичные времена? Всегда эти времена были. Просто, может быть, было спокойствие в одном месте, а в другом месте этого спокойствия совершенно не было. И каждому из нас приходится сталкиваться с этим. Я вот помню отлично, как мне было больно, тяжело в одной ситуации, когда я старался помочь в одном служении, помочь тому человеку, который был руководителем этого служения. Вот. Я не буду оправдывать себя, потому что я действительно, наверное, делал огромные ошибки, когда совершал то или иное действие. Ну, потому что не разбирался, потому что только пришел в церковь. У меня было стремление, там, забыть себя и помнить только о другом. И, наверное, это вызывало какие-то вопросы у людей. Я отлично помню, когда мне близкий человек сказал, что что ж ты делаешь, ты пытаешься подсидеть вот этого руководителя. И для меня это был удар, огромный удар, потому что и в мыслях моих не было то, о чем мне сказали. Не было вообще. Я пытался облегчить жизнь другому, потому что другому было трудно и больно. И это сильно на меня воздействовало. Сильно потому что, ну, в тот момент руки опустились. По правде, по-настоящему опустились руки, и не захотелось ничего делать. И только найдя смысл в том, что я буду приходить делать что-то ради Христа, я нашел какой-то выход из ситуации. И таким образом я пробыл в служении долгие годы, около 10 лет. Хотя мне было трудно, больно, тяжело, и, может, и совершенно неоправданно меня обвинили в том, что я не делал, но я понимал, я любил тех людей, которые меня вот так обвинили. Я не хотел их бросать. И я продолжил служение вместе с ними, но уже понимая о том, что все мы несовершенны и можем совершать ошибки. Я делал все ради Христа. Я когда вставал, мне не хотелось никуда идти, я говорил, я не покину этих людей ради Христа. И меня действительно не гнали, и как-то все это устаканилось со временем. И даже один из тех, тот человек, который меня когда-то обвинил, мы с ним поговорили по душам и как-то признали собственные ошибки. Ну, кто-то этого не сделал, это неважно. Но надо помнить, что если мы будем стараться вот так углубляться и видеть только плохое, мы хорошего не сделаем. Мы хорошего не сделаем. Вот мне всегда очень нравилась позиция преподобного Силуана Афонского. Вот по-настоящему как-то он мне близок. Вот он всегда говорил о том, что делайте добро. И чем больше вы его делаете, тем больше страстей уврачует вам Господь, ваших страстей, вот, незаметно для вас. Потому что вот то доброе, которое мы будем совершать, оно будет шаг за шагом, сантиметр за сантиметром, миллиметр за миллиметром, не знаю, микрометр или какие-то маленькие частицы, освобождать от темноты наше сердце. И там потихоньку будет воцаряться сам Христос. И это сделает нас по-настоящему счастливыми. Когда ты будешь вставать и видеть солнце, вот, когда ты будешь видеть друга и понимать, что у тебя друг есть, несовершенный, вы с ним можете поссориться, вы можете друг на друга обидеться, он будет какие-то обидные слова говорить, правда. Ну и ты тоже, если тебя записать на аудио и послушать, и окажется, что ты тоже будешь говорить обидные слова, обижаться там, я не знаю, думать о нем плохо, но у тебя есть друга. У тебя есть братья и сестры, у тебя есть семья, у тебя есть хлеб, у тебя есть возможности. Казалось, простые слова, которые миллион раз нам все говорят. Но как мы это не ценим? Как не ценим, ты понимаешь, когда приходишь к кому-то, как это важно, к тому, кто болеет, у кого чего-то нет. Как бы этот человек мечтал о том, чтобы, если он не ходит, ходить, если он не видит, видеть, если простые вещи совершенно. Я как-то недавно услышал от одного болящего человека какие-то простые вещи. Он говорил, да мне бы просто походить ногами по траве. И все. И ты понимаешь, как ты богат. Как ты богат по-настоящему. Ты можешь ходить по этой траве. И что ж это откладывать в долгий ящик, если у вас есть возможность снять ботинки и походить по траве, сделайте это. Да прямо сегодня, пока солнце светит. Ведь оно скоро уйдет. Начнутся какие-то времена со снегом, нетеплым. У нас есть эта возможность. Возможность поддержать друг друга и возможность быть человеком. И это не зависит от обстоятельств, это зависит от нашего сердца. Вот, мне кажется, о чем сегодняшнее евангельское чтение. Давайте видеть добро в себе прежде всего. И тем самым будем его видеть в другом. Это не значит, что у нас не будет грехов и этих ошибок. Но мы всегда можем просить прощения у Христа. Приходить к покаянию и говорить ему, прости, Господи, сегодня я ошибся. Но ты видишь во мне то доброе, что я даже не вижу. Спасибо тебе за это. Аминь. Спасибо. Спасибо.